Продолжение следует... Добрый день. Действительно, с 15 июля изменилось законодательство, и сейчас отменили свидетельство о государственной регистрации прав. Ранее, когда гражданин регистрировал право, в качестве документа, удостоверяющего государственную регистрацию прав, выдавалось свидетельство о государственной регистрации прав. Оно было исполнено на бланками со степенями защиты, с порядковым номером, с подписью печати у государственного регистратора. С 15 июля свидетельства не выдаются. Они юридически действительны, их менять не нужно. Вместо свидетельства дается выписка из Единого государственного реестра прав. Это также документ, который удостоверяет, что вы собственник. Это документ, который нужен для представления вины органа, куда вы обращаетесь. И это документ, который выдается на текущую дату, имеет актуальность на дату выдачи этой выписки. То есть актуально в день выдачи, а на следующий день уже не актуально? Может быть и да. Конечно, чем короче промежуток, когда вы предоставляете эту выписку с момента ее выдачи, тем лучше. По сути, этот документ тоже исполненный на бумаге формата А4, имеет подпись печать государственного регистратора или уполномоченного лица. И он более структурированный. То есть в нем даже больше информации содержится, чем свидетельствия. Там также есть описание объекта, правообладателя, вида права, существующее ограничение обременения, залог, арест, предположим, если на квартиру зарегистрирована аренда и так далее. И по сути, здесь гражданин должен понимать о том, что вот эта выписка, она удостоверяет регистрацию, она сама не является правоустанавливающим документом. Самый главный документ, который у него есть, это правоустанавливающий, например, договор купли-продажи. Регистрация также удостоверяется посредством проставления штампа. И если за вами регистрируют право как за покупателем, вы становитесь собственником, на вашем договоре проставлено штамп о регистрации права собственности. И также второе основание – это выдача выписки. Первый раз она выдается бесплатно. Обязательно. И в последующем, если вы хотите получить выписку для того, чтобы представить ее вины органы и организации, платится пошлина для физических лиц 200 рублей, для юридических 600 рублей. Свидетельство ранее стоило для физических лиц 350, для юрлиц 1000. То есть идет удешевление. Почему Росреестр перешел на эти выписки? Погодите, а давайте пока попытаемся понять логику вот этого решения. Потому что если у меня есть автомобиль, то у меня будет ПТС, у меня будет техпаспорт. Ну и, в общем, наверное, в ОСАГО я там еще запишу, буду вынужден записать марку и номер автомобиля. А если у меня квартира, у меня ничего нет. У меня получается, если сравнивать с машиной, у меня был только договор купли-продажи. А всякий раз, когда надо подтвердить, мне пришлось бы куда-то идти. Но это же неудобно. Удобно, потому что по закону единственным доказательством существования вашего права является запись в Едином государственном реестре прав. Никто ее исключить оттуда не может, кроме как на основании судебного решения. И самый главный документ, который у вас есть, это договор купли-продажи. Либо там решение суда, либо свидетельство о праве на наследство и так далее. Они разные документы могут быть. Если вам нужно иметь еще один документ для удостоверения регистрации, но просто он будет лежать и будет востребован, если вы будете обращаться в какие-то организации. Но опять же, эта организация запросит выписку, либо сама ее получит, если это по закону предусмотрено, на текущую дату. То есть, когда вы будете юридически какие-то значимые действия совершать. Смотрите, у меня дверь захлопнулась, я вызвал мастер, чтобы он мне ее вскрыл, вызвал, естественно, участкового милиционера, полицейского. Мы открываем, я им показываю документы на квартиру. А сейчас я буду говорить, смотрите, выписка год назад по случаю мне дали. В принципе, у свидетельства о регистрации прав был точно такой же юридический статус, как документ, удостоверяющий регистрацию. По сути, это одинаковые документы, просто один был исполнен на бланке, таком красивом. Ну, отошли от этого, поскольку сейчас государственные органы, в том числе и управление Росреестра, переходят на электронные услуги. И, конечно, выписка, она более оперативна, то есть она выдается на текущую дату. И свидетельства, они просто изжили себя вот эти на бумажных носителях. Все наши услуги, государственные, вот четыре услуги оказывает Росреестр. Это государственная регистрация прав, постановка объекта на кадастровый учет, выдача сведений из единого государственного реестра прав и государственного кадастра недвижимости. Они все сейчас оказываются в электронном виде. Заходите в наш портал rosrerester.ru и подаете заявление на государственную услугу в электронном виде. И вам на электронный ящик приходит выписка из реестра. Если вы в МФЦ сдаете документы, многофункциональные центры, на приемку, также вы приходите за пакетом документа за подлинником, и там тоже будет приложена выписка из реестра. Про интернет я еще спрошу, а давайте узнаем про случаи, когда эта выписка потребуется. Ну, потому что к вам же чаще будут ходить, наверное, очереди будут больше. В каких случаях вообще нужно идти за этой выпиской? Продаю квартиру и когда еще? Вот, как показывает практика, вот эти свидетельства, они были востребованы во времена остановления самой системы регистрации. Сейчас все у нас на электронных ресурсах и носителях. И эта выписка, она уже не так востребована. Потому что если вы обращаетесь в банк, предположим, чтобы получить кредит, либо оформить договор ипотеки, обращаетесь в суд и так далее, эти органы запрашивают у нас выписки самостоятельно, как и нотариус и так далее. Мы обмениваемся друг с другом с помощью электронного взаимодействия, системы межведомственного электронного взаимодействия. Никакие документы с заявителем мы не требуем. И таких случаев, ну, возможно, в какие-то учреждения могут запросить эту выписку. Конечно, заявитель может ее получить, либо в электронных, либо в бумажных носителях. Но вот, говорю, время проходит, и сейчас электронное взаимодействие. Конечно, мы переходим вот на такой формат. И призываем граждан, юридических лиц, предоставлять документы на регистрацию прав в электронном виде. Очень удобные сервисы. Также оказывается услуга быстро. Срок регистрации 5 дней в 2 раза короче, чем по обычной регистрации 10 рабочих дней. Если документы подаете через нотариуса, там срок регистрации вообще 1 рабочий день. То есть в течение одного дня будет оказана эта услуга. Менять свидетельства не нужно. То есть если у вас на руках эти свидетельства есть о регистрации права, они юридически действительные пусть дальше находятся. Но когда будете совершать обычные гражданско-правовые сделки, дарить, менять, сдавать в аренду, закладывать банку, тогда вот и надо проверять актуальность. Потому что если у вас свидетельство, предположим, 2000 года, а квартиру вы продаете сейчас, то, понятно, за это время могли произойти любые действия с этой квартирой. По вашему заявлению она может быть заложена, она может быть, если, конечно, есть долги, может быть арестована. Объект может быть обременен там иными правами, могли вноситься изменения, если вдруг гражданин там женился или вышла замуж, то есть изменилась фамилия и так далее. То есть и вот на этот период, на момент совершения сделок, предположим, и должна получаться вот эта выписка. То есть свидетельство, оно вот на тот момент было действительно, сейчас оно, ну, актуальность вот этой информации в ней потеряла уже. Про обременение очень интересно. Ну, то есть эта схема, это гарантия от того, что, например, новый собственник квартиры будет застрахован от обременения. Я не знаю, там, сын-наследник, который сидел в тюрьме и сейчас заявляет права на вашу приобретенную вновь квартиру. Ну, вот если я хочу купить какую-то квартиру, я могу спросить в Росреестре, а есть там обременения какие-нибудь? Или это владелец должен сам запросить? Да, это первое вообще, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя при покупке квартиры. Но это владелец только может сделать. Это может сделать любой гражданин. Информация по объекту, она открытая. То есть если вы знаете адрес... А почему нет тогда в интернете? Есть же карта Росреестра. Вот про землю я все могу посмотреть практически. Кому принадлежит, какая площадь, где находятся все разграниченные земли, у нас в интернете доступны в течение пяти минут. Почему с квартирами так же не сделать? С квартирами эта информация и сервис действует, называется справочная информация в режиме онлайн. Заходите на портал Росреестр.ру, находите вкладку справочная информация по объекту недвижимости в режиме онлайн, заводите кадастровый номер квартиры либо адрес, и вам выходит вся актуальная информация. Она более усеченная, выходит дата и номер государственной регистрации, что самое важное, существующее ограничение обременения. Например, залог в силу закона. Да, вы видите, что действительно продавец брал в банке залог, и ему сначала нужно там вопросы решить. Либо арест, либо иные ограничения обременения. То есть вы это видите онлайн. Если хотите более расширенную информацию с видом права, с объектом, с существующими ограничениями, с датами и номерами регистрации, для этого заказывается выписка, особенно если ее нужно куда-либо предоставить. Поэтому такие сервисы действуют. У нас в Росреестре действует порядка 30 электронных сервисов. И Росреестр вообще занимает первое место в России среди государственных органов по востребованности и качеству вот этих электронных услуг, которые мы оказываем. Поэтому всю информацию можно найти там. И со следующего года еще хочу сказать, у нас очень большая реформа, предстоит административная, принят новый закон 218-й. И со следующего года у нас объединяются базы данных Единого государственного реестра прав и Государственного кадастра недвижимости. Все услуги уже оказываются в электронном виде. И там уже адаптированы законодательства и программные комплексы, потому, чтобы эта услуга была еще более востребована. Предусмотрен обмен между госорганами, нотариусами, муниципальной властью исключительно в электронной форме. И заявителя ничего мы требовать не будем. И в одной органе будет регистрация прав и постановка объекта на кадастровый учет. Не надо будет ходить две структуры, и там, и там выписки получать, ставить на учеты и потом регистрировать права. Приходите в многофункциональный центр, либо в электронном виде сдаете документы. И кадастровый учет, регистрация прав будет одним действием. А зачем вообще тогда получать? Зашел в интернет, посмотрел, или там в банке показал, или будущему собственнику. Все же написано, если в интернете можно посмотреть. Там более усеченная информация, потому что все-таки есть конфиденциальная, закрытая информация. Например, есть форма выписки о правах отдельного лица, на имеющиеся у него объекты недвижимости. Это информация закрытая. Если я, например, хочу узнать, что находится в собственности там у Иванова, понятно, что никто этого не скажет. Эта информация предоставляется исключительно судам, правоохранительным органам, там по запросу счетной палаты и так далее. Это перечень закрытый. Если интересует просто информация на объект, пожалуйста, выдается выписка из реестра всем. Там более усеченная информация, и обычно заказывают выписку для того, чтобы предоставить куда-то. На сайте есть информация по онлайну, но она усеченная. То есть там не можем мы тоже, там нет правообладателя, понятно, потому что все-таки надо понимать, чтобы не воспользовались, так скажем, недобросовестные какие-то посредники, лица этой информации. Потому что недвижимость – это вообще один из самых дорогих товаров. Если гражданин там накопил и покупает там за 5 миллионов квартиры для него, это существенно, и, возможно, там очень много кредитных средств берется на многие года. И, конечно, нужны вот этой гарантии безопасности для него. А могу я закрыть информацию себе, сказать, нет, пожалуйста, не показывайте информацию по моей квартире, написать вам заявление. Не хочу. Информация будет даваться, это информация открытая по квартире. Вы можете подать заявление, если вы хотите, например, узнать, кто интересовался сведениями о вашей квартире, вот такую форму выписки мы выдаем. То есть мы можем дать выписку, где будет расписано в таком-то году, тогда-то, тогда-то обращались за предоставлением сведений по вашей квартире. Даже в интернете, если дело происходило, ну, залогиненный человек заходил, и он тоже заметил. Да, все фиксировано, да, собственник имеет право знать, кто обращался за сведениями о его квартире. Поэтому вот это удостоверение регистрации сейчас и перешло, это логичный, так скажем, этап реформирования самой системы, что отменили свидетельства и изменения, это не только ведь вот отменили свидетельства и начали выдавать выписки, параллельно идет и меняется законодательство очень существенно. Например, сейчас там многие сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Это тоже недавно ввели, например, сделки со всеми долями в праве собственности. Понятно, что в единоличной собственности мало квартир находится, в основном это долевая собственность. Такая сделка обязательно подлежит нотариальному удостоверению. Почему? Опять же, говорю, самый дорогой товар. И, конечно, если гражданин совершает такую сделку, ему нужно, чтобы законность сделки была проверена. Нотариус полностью проверяет эту сделку. У него есть там все электронные системы, ресурсы, сроки короткие. Там три рабочих дня у нас для нотариуса, срок государственной регистрации. Он полностью несет ответственность за совершаемую сделку. И, конечно, вот законодательство меняется в плане защиты именно прав самого собственника. Даже вот эта интеграция баз данных будет, слияние нашей базы и кадастра, и полномочия будут у территориальных органов. И здесь, конечно, информационные системы, они тоже защищены. Там и многократное резервное копирование, и новейшие современные технологии в плане защиты информации используются. И, конечно, если вы зарегистрировали право, это стабильно, это 100%. Право находится и защищается государством. Ну, я не знаю, а вдруг хакеры? Или все равно какой-то большой сбой, и эти резервные копии не сработали? Все равно, если есть бумажечка, это прямо какое-то подтверждение. Можно будет прийти со старой выпиской и сказать, слушайте, меня потеряли? Как восстанавливать справедливость в случае чего? Ну, никаких случаев у нас не было, то есть сама система действует уже с 99-го года, и все государственные органы ведут, так скажем, свои базы данных, и они, конечно, защищены. Есть определенные требования к конфиденциальности, к безопасности этих баз данных, там очень много согласований и степеней защиты. И, конечно, здесь сейчас все на электронных технологиях, конечно, там уже все защищено. И это все еще адаптировано с сайтами, с порталами. Ура! Спасибо большое. Это была Лариса Гашкова, заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области. Для самых вредных зрителей стало понятно, что можно у соседа посмотреть, когда он купил, кто у него там еще есть из совладельцев, все такое прочее. Продолжение следует...